В 58-м году мы спустили на воду первую атомную погодную водку, нахуй, и в 59-м году первый миллиардовный резакон. Редкие архивные фотографии и документы, а также личные вещи ученых, достижения которых завожили основу национальной безопасности России. Тот самый ядерный щит. В Музее современной истории России открылась выставка, приуроченная сразу к нескольким крупным юбилеям. 120-летию академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова и 80-летию со дня основания их детища Курчатовского института. Судьбоносное решение о создании знаменитой лаборатории номер 2 и соответственно о старте советского атомного проекта принималось высшим руководством Советского Союза в очень сложные, драматические дни и месяцы Великой Отечественной войны задолго до полного изгнания нацистских оккупантов с территории Советского Союза. И это решение было во многом обусловлено и тем, что донесения Советской внешней разведки в те годы говорили о планах Соединенных Штатов создать новое оружие невероятно разрушительной силы, оружие основанное на использовании энергии атома. В ходе масштабной разведывательной операции под кодовым названием «Энормос» в течение нескольких лет советская разведка добывала и передавала в Москву материалы о ведущих научных исследованиях, конструкторских и технологических разработках по созданию американского атомного оружия. Операция «Энормос» внесла огромный вклад в создание советской атомной бомбы. Среди прочего была получена таблица точных значений сечений деления урана 235 и другие ценные данные. Кроме того, руководство СССР, благодаря разведчикам, заранее знало о планах западных партнеров вплоть до даты проведения первого испытания ядерной бомбы. В 1942 году, это еще было до Сталинградской битвы, наша власть и часть научного сообщества пришли к пониманию необходимости возобновления работ по урану. И это с этого и началась, как бы возобновилась атомная эра. Но до этого, в 20-30-е годы, под руководством Курчатова и с участием Анатолия Петровича Александрова, у нас велись постоянно очень развернутые масштабные работы в области физики ядра. И это заложило основы того успеха, который мы получили в атомном проекте. Это крайне важная вещь. Советское руководство следовало проверенному принципу «хочешь мира, готовься к войне». Уже после окончания Великой Отечественной, 19 декабря 1949 года, в США был утвержден один из самых известных планов военной агрессии против СССР под названием «Дропшот». Согласно нему, на Советский Союз планировали сбросить 300 атомных бомб. Следом, территория государства должна была быть оккупирована. Конечно, благодаря усилиям и таланту советских ученых, конструкторов, инженеров, в кратчайшие по отношению к этому масштабному проекту сроки, наша страна получила собственное ядерное оружие, атомный щит, который сорвал планы Вашингтона о нападении на Советский Союз с использованием атомного оружия. И до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну. И сам факт существования ракетного ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России. Последствия исследования атома повернули и в мирное русло. На выставке в Музее современной истории России представлены, например, модели атомных ледаковов. Россия на сегодня единственная страна в мире, обладающая таким флотом. А также модель модернизированного термоядерного реактора типа Токомак Т-15МД. Уникального в своем роде. Реактор представляет большой интерес как в научном плане, так и в энергетическом. Реактор поможет модернизировать электрические магнитоплазменные двигатели, которые планируется устанавливать в будущем на большинство космических кораблей, в том числе и на ядерный буксир Роскосмоса. Благодаря Курчатовскому институту мы сегодня имеем развитую исследовательскую инфраструктуру. И это очень важное обстоятельство, поскольку это наше конкурентное преимущество. Наличие такой инфраструктуры делает нас привлекательными для исследователей со всего мира. И мы уже сегодня формируем большие исследовательские международные программы под каждой из этих установок класса Мегасайенс. Мы видим, как Курчатовский институт, он возрожденный и сейчас уже готов отвечать на те вызовы, которые стоят перед нашей страной. Но я еще бы хотел бы отметить, что очень символично, что мы в это время открываем эту выставку, потому что это определенный ренессанс и дань науке. Мы видим, что Академия наук у нас меняется. И мы видим, как, опять же, те вызовы, которые строят перед нашей страной, они стимулируют наших ученых, наши научно-исследовательские институты. Помимо экспонатов и архивных инструментов, важной частью выставки стал мультимедийный контент. Организаторы рассчитывают, что она привлечет в первую очередь молодежь. Школьники и студенты смогут посетить выставку совершенно бесплатно по Пушкинской карте. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова